За Родину стоять надо именно с верой православной. Богу Россия неправославная не нужна. Вот мы видели 70 лет советской власти, когда без Бога хотели построить рай на земле. Мы видели этот дикий капитализм, когда была свобода, но свобода во грехе. К чему она приводит? Поэтому только строгость в себе, только вера в Бога, жизнь в заповедях Божьих может дать нам свободу от греха, мощное, сильное государство и спасение души, которое начинается еще здесь, при жизни земной. Когда человек, даже если он имеет грехи, но грехи раскаянные, он легко живет. Он в сердце своем чувствует, что Богу угодно, что Богу не угодно. И хоть мы падаем в грехи, но нас не покидает надежда и упование, что Господь нас простит, потому что мы всегда каемся, мы по немощи своей падаем, падаем и плачем, и встаем, встаем и пытаемся, и просим Господа, если такая молитва, хочу Господи или не хочу, спаси меня, к этому немощи находясь, молишься так. Поэтому я не собираюсь здесь изображать какого-то святого, но путь покаяния и любви, и стремления к Богу мне понятен и известен. Ну, я сам к вере пришел 30 лет тому назад, вот мне вопрос задавали, вот я сейчас вот тоже расскажу, потому что меня спрашивали, как я пришел к вере. Ну, если без деталей, то я попал там в аварию, и со мной произошли события, которые перевернули всю мою жизнь. И теперь я могу сказать, что я не только верую в Бога, я даже знаю Бога, потому что когда я там погибал, погибал мой товарищ, там произошло какое-то событие, которое перевернуло всю мою жизнь. Ну, во-первых, я себя увидел с детства, и мне было так стыдно, что не передать. Мне казалось, что стыд и позор течет с меня прям какими-то восковыми такими каплями, стекает. И рот у меня исчез. И у меня было чувство, что, вот как вот, знаете, на воде пена есть, как на море пена. Вот мне показывают мои грехи, как пену, а вглубь меня не копают, потому что я тогда понял слова, что такое умереть от стыда. Если бы меня показали бы по-настоящему, кто я такой есть, я бы там бы сразу умер бы не от аварии, а просто от стыда бы умер. И вот так вот она с детства, моя жизнь прошла, до этого момента. Я увидел, как моего товарища разрывает. Я услышал голос, который мне сказал, твоя жизнь закончена. И в этот момент я понял смысл жизни. Поделюсь с вами. Смысл жизни заключается в том, чтобы делать добрые дела. Каждую секунду мы можем делать добрые дела. Кто-то тебе хамит, ты дал обсательствами, не стал ему там стить, например. Или просто дал кому-то выговориться. Но это вот такие маленькие добрые дела, понимаете, которые можно делать вообще на каждую секунду. Кому-то улыбнулся, кому-то что-то простил. Я же не говорю, простить это вообще большое дело. А я говорю, такие вот мимосекундные дела. Человек всегда может делать какие-то добрые дела. Где-то кому-то место уступить, даже просто пропустить там, понимаете. И это дела, не маленькие. Все эти дела будут там потом, у Бога, иметь большой вес. Ну, в общем, потом я, когда, как я сказал, понял смысл жизни, да, потом было такое у меня чувство, как будто, как вот, как девятиэтажный дом. И там много-много, как бы, живых, вот, не знаю, там, ангелов, люди. Но они все меня как бы видят. А мне от моего позора, я себя ощутил каким-то таким шакалом, каким-то сквернем во всей. И мне хотелось закопаться какие-то помои, лишь бы вот эти все и кто-то свыше. Но я не видел, в какой я мерзость, какая я мерзость вообще. Вот. Но потом я услышал голос, который добавил, даю тебе второй шанс. И вот что я еще хочу добавить, что когда этот голос звучал, то мне казалось, что вся материя, даже воздух, как бы вот, как вот граната есть, она вся состоит из ядер таких красных, да. Вот, вот, каждое это ядро, даже воздух, оно как живое, сложив руки, как благоговение, преклонилось перед этим голосом и находилось в полном молчании. Все замерло, пока звучал этот голос. Ну, соответственно, после этого я потерял весь смысл, который я, как бы, вот, в той жизни, весь интерес потерял. Я пошел в церковь, ну, не скроюсь, что сначала пошел в мечеть, потому что по матери татарин, по отцу русский, по духу русский. Ну, и потом я только понял, что такое русский. Русским может быть и татарин, и чеченец, и башкир, любой человек. Вот, поэтому я смело скажу, что я русский, и татар. Ну, в общем, в результате я пришел в церковь. Пришел в церковь, и там я встретил один игумен, старый монах, который там на тот момент был уже 50 лет в монашестве. Он пришел, поцарик принял после Великой Отечественной войны, когда остался живым. Вот он меня встретил, и когда я ему что-то там предлагал, материальные какие-то вещи там, что-то построить, что-то там подарить, он сказал, что это ничего не нужно Богу. А я спросил, а что же нужно Богу? А он мне сказал, что Богу нужно от тебя, ну, и как от любого человека, чтобы он исправился. Богу ничего больше не нужно. Он все сам со мной может сделать. С тех пор уже прошло больше 30 лет, ну, можно сказать, 30 лет. Вот. Да, 30 лет. Господи помилуй, это событие произошло сегодня. Сегодня, сегодня, в то время, была Страстная Седмица, и была среда, когда Иуда предал Христа. Вот. И вот именно в тот день я попал в эту ситуацию. Для меня счастливый, потому что я потом считал самым дорогим днем. Просьба трагичный, но это для меня оказалось самым дорогим днем. Что касается именно появления креста животворящего, необъявленного, и в моей жизни, и как бы в нашем крестном ходе, это произошло благодаря Алене Ярославне и Татьяне Боревиковой. Татьяна Боревикова тогда, на тот момент, еще не знал. А Алена Ярославна, она была одна из активистов и организаторов крестного хода, еще 17-го года, и мы были в крестном ходе в Москве, и от них поступило предложение посетить место явления животворящего креста необъявленного, который явился в 1420 году. Тогда мы еще мало что о нем знали. Я припоминал, что как-то я смотрел какую-то видеокассету об этом кресте, но это все было так далеко и замылено, что я ничего тогда не понял и как бы себя не принял. Тут же было совсем по-другому восприятие. И когда мы приехали на Сахудские болота, там был игумен Гавриил, там было много очень хороших, уважаемых людей, и обсуждалось о том, что донести до народа, об этом кресте рассказать. Ну, у нас там тоже, мы сидели на собрании, мы сидели там вдвоем с Мархом Забиховичем Сагадатовым, вот, мы с ним вместе работали, и вместе как бы он активист, там нас много чего в жизни связывает. Вот он совсем недавно отошел ко Господу, Царство ему небесное. Но тогда мы сидели, между собой разговаривали, и я как директор мастерской, для меня вообще как бы труда не составляет, мы же занимаемся постоянно изготовлением крестов, икон, и поэтому, как бы видя всю эту искренность этих людей, переживания, и понимая все величие этих событий, я Марку потихонечку сказал на ухо, давай-ка этот крест как бы изготовим, и вот народу дадим, и пускай вместе пойдем в нашем крестном ходе, возьмем и будем идти по России и говорить о кресте, об этих событиях доносить до народа. Но потом это все было озвучено, идея была принята, Игумен Гаврил ее благословил, и мы приступили к изготовлению первой копии. Делали мы ее не то, что кропотливо, понимаете, а мы прикасались даже к заготовкам, как к живому Христу. Вот чтобы заготовку перевернуть или кого-то там перенести, мы всей мастерской делали земные поклоны, пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка» трижды, потом с благоговением переносили эту заготовку с одной части мастерской в другую, где-то мы ее резали, где-то мы ее шлифовали, где-то мы ее икону прописывали на ней, но все это делалось так. И она у нас заблагухала еще на моменте, когда ее вырезали. Как-то, я помню, был вечер, и нас там было несколько человек, и мы все почувствовали, как у заготовки прям какими-то волнами пошло какое-то благоухание, ну, как бы сказать, цветов, ладана, не передать такое, понимаете, таких благовонных ароматов. И они как бы так вот какими-то волнами так находили. И мы все как бы были удивлены, поражены, ну, так обалдели, в общем, по-простому говоря. Вот, я так вот первый раз в жизни в своем ощутил это вот такое благоухание. Именно это было от креста, когда он еще резался. Потом второе чудо еще такое, ну, как бы явное, там было очень много чудес. Но одно из чудес, вот, там был у нас такой резчик, и вот этот раб Божий остался после работы. Понимаете, я ему как бы доверил вырезать лик Христа. Он из всех нас самый тихий, самый благовейный, самый послушный. Он мне там первый помощник. Вот. И потом уже, когда крест был освящен, уже пошел крестный ход, он не говорил ничего. Но он мне сказал после, что в момент, вот, когда он тогда остался, у него в сердце потекла молитва Иисусова. Он ее как бы постоянно устно повторял, но тут она у него сама по себе потекла. И мне кажется, что она у него до сих пор пристекает, потому что он, ну, он тогда был, конечно, смиренный, но по нем видно, что этот человек постоянно находится в молитве. Ну, какие признаки? Он никогда никого не осуждает, он всех любит, он всегда в хорошем расположении духа, он самый послушный, он самый кроткий, он никогда не разговаривает практически по пустоте. Он коротко говорит, да, нет, там, по существу. В общем, даже видно, как он стоит, все внимание у него к сердцу как бы устремлено. Но это произошло, видно, вот это вот после того удара, когда вот он с благоговением резал с любовью, резал крест, именно лик. Как он, видно, прикасался к нему, как он любил его. Во-первых, он остался после работы, он еще пешком ходит, там город нас немаленький, он в центр города живет, и он не ездит на транспорте, он ходит пешком. И даже вот в любую погоду. Это надо было остаться, допоздна работать, а потом еще пешком идти. Ну, это непростые вещи. Вот. И вот такое вот, вот такое событие, да. Для нас крест, это, мы его не можем делать, как на потоке, как быстро там. Потому что это, вот, ну, как живой Христос на кресте. Его переносят, кланяются, понимаете, вот, целуют ноги. У нас каждое утро идет крестный ход перед работой. И когда мы заходим, если у нас в мастерской лежит какой-то очередной крест, то что в нашей мастерской было изготовлено около 10 крестов там, многие из них мироточили, многие являли различные чудеса. Вот одно из чудес с крестом связанное, это когда мы привезли крест в дар епископу. Тогда он был епископом, простым епископом Вениамином. Одного из маленьких городов Белоруссии. И вот когда мы его подарили, ну, там был человек, который оплатил его, это не мы дарили, он заказал, ему он дарил. Но мы его привезли. Когда мы крест передавали, то я, владыка, сказал, владыка, вы меня простите, но мне прямо вот на языке висит сказать вам, что крест живой, ждите чуда. И с этими словами мы уехали. И вот чудо, через пару недель нам присылают фотографии, где патриарх снимает с него клобок епископа, именуя там все вот эти вот архиепископ митрополита, одевает белый клобок экзарха всея Белоруссии. Это получается, как вот в его жизни, да? Приходят какие-то люди, привозят крест животворящий. Говорят, что крест живой. Ну, крест и так живой, любой крест живой. Ну, он же, кстати, тогда сказал нам, что я это почувствовал в момент освящения. Он освящал его как крест, потом остановил освящение, попросил у своих помощников требник другой, они его с алтаря принесли, и все это мы видели. И он начал крест освящать как икону. Он сказал, что крест на меня, живыми глазами, Господь живыми глазами на я спасательского креста. Вот так вот. Но сейчас не стоит задача перечислить все чудеса, которые исходили, были от креста. Сам же крест, который мы изготовили, был освящен на месте убиения царской семьи в Екатеринбурге. Освящал митрополит Кирилл Екатеринбургский с сомном священников в столетие убиения последнего императора, помазанника, Романова, Николая II, последнего царя, последнего русского императора. Как бы династия прекратилась, и тут Господь как бы оттуда вышел с проповедей о пути нашей страны, пути возвращения ко Христу. Потому что это единственный путь спасительный, другого не может быть. Россия не будет. Она, как и сказал один священник, отец Александр Салтыков, если уж так быть точным, он сказал, Россия неправославная, Богу не нужна. С этим мы полностью согласны. Это говорят наши сердца. Нам надо всем возвращаться к Богу. Есть такая фраза, да? Поставьте Бога на первое место, и Бог поставит все на свои места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова